В здании Российского исторического общества на Воронцовом поле открылась выставка, посвященная памяти Петра Андреевича Вяземского. Первый председатель русского исторического общества, известный поэт и государственный деятель, друг Пушкина, Петр Вяземский оставил заметный след в истории и культуре нашей страны. Первый председатель русского исторического общества воплощает в себе связь поколений, ну и он, кроме того, склонен был считать, что эпоха во многом олицетворяется личностями. И совсем не случайно с момента своего создания и до революционных событий октября 1917 года русское историческое общество такое большое внимание уделяло изучению роли личности в истории. В личных вещах Петра Вяземского, при жизненных портретах, изданиях его книг, перед нами раскрывается личность неординарного человека, который многогранно проявил свой талант и в творчестве, и на государевой службе, в частности, участвуя в составлении договора с Англией, работая в цензурном ведомстве и в Министерстве народного просвещения. На эту многогранность личности Вяземского обратила особое внимание руководитель аппарата Госдумы Джохан Павлеева. Есть немало людей, которые мы все знаем, имена которых мы все знаем, которые, будучи известными как поэты, как писатели, как художники, все-таки, на самом деле, внесли очень большой вклад в развитие нашего государства. Я бы хотела, чтобы мы и в том, и в другом порядке одинаково, тщательно изучали биографию этих людей. В экспозиции можно увидеть и небольшой походный сундучок, в котором Вяземский возил рукописи и некоторые представленные на выставке вещи, и рукописные сборники его стихов, которые передавались из рук в руки, и, например, кусочек вулканической лавы Везувия, от которого, по семейной легенде, князь прикурил. Князь Вяземский частный человек, который стал государственным человеком, не переставая в то же время оставаться человеком, блюдущим узы дружества, человеком частным, человеком внимательно вглядывающимся в свои ощущения. Этот государственный деятель оставался поэтом. Последние публикации поэтические вышли совсем незадолго до смерти, а первый том собрания сочинений, полного собрания сочинений, который мы увидим, вышел через неделю после кончины Петра Андреевича. Среди экспонатов выставки «Пиро», которым Вяземский писал свои сочинения, и знаменитые очки. Именно в таких всегда изображают герои войны и мира Пьера Безухова. И это не случайно. Как известно, он опубликовал воспоминания до пожарной Москвы о сражении при Бородине, в котором ему довелось участвовать. Он общался с Львом Николаевичем Толстым, когда тот работал над своим романом «Война и мир». И как будто бы даже есть версия, что многие черты Пьера Безухова, они, собственно, списаны великим писателем с образа Петра Андреевича, включая его вот эти очочки, которые, конечно же, нелепо выглядели на поле сражений. Князь Вяземский был инициатором исторических исследований и издания многотомных записок Русского исторического общества, один из томов которых представлен на выставке. Эти и другие экспонаты можно будет увидеть в мультимедийном проекте на сайтах Российского исторического общества и Государственного литературного музея.